У каждого из нас есть свое призвание, предназначение от Господа. Иисус был послан к людям, чтобы спасти нас от греха, умереть святым и непорочным, и воскреснуть, став нашим защитником и ходатаем перед Богом. Говоря об Иуде, было ли у Иуды предназначение предать Христа? Родился ли он с такой миссией? Если да, значит ли это, что есть люди, которые рожденные на грехопадение? Без прощения. Спасибо вам заранее за ответ. Наверное, это юристы меня пишут, пытаются ловить меня на слова. Сколько я помню, последний раз меня ловить на слова было не так легко. Но в любом случае, отвечу. Да, каждый рождается с миссией. Так, Иисус не родился с миссией умереть как таково. Он Бог. Поэтому, будучи Богом, у него было задание кое-что сделать. Главное, человека искупить. Иисус не человек. Он человек, да, но он и Бог. Он решил самостоятельно, они решили на небе, пришел на землю. Иисус не начал быть с момента рождения. Нет, он уже был. Поэтому не путайте призвание Генри Мадава или ваше и призвание Иисуса. Иисус был Богом, который пришел на нашу планету, чтобы нас спасти. И уровень его призвания, оно абсолютно никак не сравнивает с нами. Нету сравнения. Ну ладно. Но, хотя все, что делал Иисус на земле, Он делал как человек. Мы можем учиться от этого. Теперь, получается, на этой земле царствует, но сила Божия, свет, с момента, как Иисус пришел. И, получается, и царство тьмы. Божия сила никогда не заставляет никого ни в чем. Для того, чтобы Бог с тобой сотрудничал, нужно с твоей стороны согласие, вера. Притом, это все принимается на уровень решения. Свободная воля. Всякий, кто ищет Бога, найдет. Всякий, кто верит, получит. Всякий, кто стучит, откроется. Если никто не стучал, ничего не откроется. Поэтому в духовном мире, он имеет такой принцип. Кто открывается, для чего. Вот, не знаю, вы, когда будете смотреть мультики или нет. Вот когда-то я видел мультик «Нарния». Вот, получается, ребята, дети с одной семьи. И вот там есть женщина, которая ищет, кого можно к себе привлечь. А там был мультик, который очень любил сладкие такие конфетки. У нее, у мультика была предрасположенность к этим конфетам. И эта женщина поймала, что если прилагать эти конфеты, этот мультик, он повернется. Что было у Иуда из Кориота, как конфетик? Серебролюбие. Оно же не проявилось только в день, когда он продал Иисуса. Нет. Раньше женщина пришла, разбила там сосуд. И Иуда такой поднял протест. У него всегда. Второе. Он воровал деньги из сумки. Это серебролюбие в нем дал дьяволу решение. Вот через него я могу. Я могу его привлечь. Адам и Ева. Сатана-то не к Адаму сразу. Он видел определенное предрасположение у Евы. Поэтому и сегодня много зла бывает. Но никто не рождается для зла. Но люди, когда начинают обдуманно или осознанно или предрасположенно тянуться к чему-то плохому, вот дьявол начинает это использовать. Дьявол, он оппортунист. Поэтому Иуда мог бы отказаться. Вопрос возникает, а как же Иисус умер бы? Не переживайте. Бог нашел бы метод, как Иисусу умереть за 30 серебряных монет. Не обязательно должен был быть Иуда Искариот. Но он дал себя, как желающая жертва. Поэтому на этой земле мы все рождены Богом. С волей выбирать добро. Отказаться от зла. Твоя тяга, твоя тяга к злу может делать тебя жертвой для дьявола. И поэтому имей в виду, в твоем случае право есть всегда выбирать добро.